добрый рада вас видеть на канале рах на форс и сегодня мы с вами посмотрим шкуру терафоза стильми я объясню почему ее показываю на этом видео но это немного позже сразу скажу что вот моя рука я вешу 90 килограмм даже немножко больше поэтому ты не маленькая рука ну как видно паучок у нас тоже не маленький напомню терафоза стильми у нас и сразу говорю брюхо но конечно же маленьким самом деле в два раза больше просто самка погрызла его и вот получилось сделать не очень крупным самом деле от брюха два раза крупней и кстати если вам интересно у нас есть все виды данного рода терафоза все три все три самки у нас есть вот поэтому если вам интересно мы в принципе можем такое снять видео и показать вам самок этих видов ну что ну во первых посмотрите вот какие клыки и нездоровые отведите конечно если такое укусит то механическая травма достаточно серьезная поэтому особо шутить конечно с этим видом не стоит и сразу говорю они достаточно агрессивные особенно взрослые вот они не боятся брать кормовой объект соизмеримым с фактически размерами своего тела вот и в принципе спокойно могут тоже взять и мышь но крысу все-таки желательно лучше не скармливать не потому что она там агрессивная там больше по размеру нет причины немного другие вот если тоже будет интересно мы наверно хотя не будет интересно мы специально вопросу кормления позвоночными животными наверно будем снимем видео и попытаемся объяснить нас ну скажу так попытаемся озвучить свои мысли по этому поводу смотря как бы мы несколько экспериментов ставили и кое-какие данные у нас есть небольшом количестве особи получены ну что давайте возьмем на руку тоже посмотрим на руке достаточно большой паучок кстати еще тоже интересно у нас вот сейчас тоже есть взрослые самки парахибаны и тоже из них сделано чучело принципе если вам интересно можем рядом разместить потому что у нас в принципе в коллекции три взрослых парахибаны сцене не маленьких потому что они уже где-то восьми летние где-то 6-8 летние вот и почти максимальных размеров и можно в принципе их сравнить вместе ну и самая главная причина почему мы решили снять ставить смотрите на конечность задней как вы можете увидеть вот это вот намного меньше вот этой вот понятно сразу возникает вопрос да что это скорее регенерация и в процессе регенерации еще не полностью восстановилась конечности принципе это таки есть это регенерация полностью было утрачено конечность но чаще всего полностью конечность полностью даже если она утрачена на 3 линке функционально никак не отличается но вот у терафос у них часто в третьей линке не полностью конечность становится подобной той нерегенерированной как видите она короче но сразу скажу что уже к 4 она восстановила свою прежнюю форму но есть много но иногда бывает очень старые экземпляры они не полностью восстанавливают симметрию конечности то бишь вот вы когда так смотрите на нее сверху то вы никогда вот этого не увидите но когда вы получили шкуру и там например на метровую бумагу и и поместится то вы это эти нюансы в размерах можете ловить но если это молодая особь то чаще всего после регенерации какая конечность регенерировала там три-четыре ленинки назад вы не заметить но у старых особей как я повторюсь и вот есть виды но как я почему-чего терафоза понятно потому что он еще размерами больше вот ну и у них все-таки скорее всего больше полная потеря конечности но больше восстанавливается клинки именно 4 они к 3 как у большинства вот если он такие коротенькие видео интересны ставим лайки пишем в комментариях вот не забываем подписаться в нашу вк группу наш инстаграм всем спасибо кто досмотрел видео до конца подписывайтесь на канал всем удачи всем пока и и и и и и и и